Всем привет! Я Максим Гурьянов, инструктор SSI по фридайвингу, основатель и идеи-надохновитель школы фридайвинга 3F. Сегодня мы с вами поговорим о многом. Поговорим о том, что меня чаще всего спрашивают через социальные сети, через личные сообщения, на форумах, вживую и так далее. Начнем с того, что же такое фридайвинг. Фридайвинг это ныряние на задержке дыхания. На задержке дыхания, ныряя, вы можете просто получать удовольствие, нырять комфортно, расслабленно, не обязательно очень глубоко. Это первое. Второе, вы можете с кем-то соревноваться за метры, за минуты, за секунды, в длину, в глубину. Это у нас называется спортивный фридайвинг. Ну а если вы нырнули на задержке дыхания и еще при этом стреляете в рыбу, то называется это подводная охота. Итак, немного мифов и заблуждений, которые чаще всего встречаются в сети, чаще всего встречаются в интернете. Первый, наверное, самый распространенный миф это то, что фридайверы это такие, только такие крутые спортсмены, которые ныряют очень глубоко на задержке дыхания. Некие ролики, где человек уходит глубоко в бездну, ролики от которых у некоторых, некоторым просто становится страшновато. Смогу ли я? Достоин ли я такого, так сказать? Ничего подобного, на самом деле, фридайвинг это не обязательно цифры, это не обязательно метры, это ощущение комфортно под водой, это ощущение расслабленности, это получение удовольствия от любого нырка. Неважно, насколько он был сделан на 3 метра глубины в бассейне или на 20-30 метров на открытой воде. Миф второй, тоже очень распространенный. Как же я буду нырять, мне, ну чаще всего пишут, давит на уши. Естественно, когда люди сами пробуют нырять, что-то делать самостоятельно, не обладая какими-то элементарными знаниями про компенсацию давления, или как в народе еще называется это продувка, нырять будет сложно, невозможно и, я считаю, даже небезопасно. То есть, продуваться или выравнивать давление вас выучат на любых курсах фридайвинга. Это очень такой базовый элементарный навык. Существует несколько способов, несколько методов компенсации давления, но все это уже частности, всему этому люди учатся. То есть, развенчивый миф, нырять можно. Единственное, что для того, чтобы уши не болели или на них что-то там не давило, необходимо просто будет научиться выравнивать давление одним из методов компенсации давления. Следующий миф касается людей, которым за 40 или за 50. Имеются ли какие-то ограничения по возрасту? Приведу пример. Например, у меня есть ученик, которому 73 года, и он достаточно комфортно ныряет на глубину 20 метров, 15-20 метров, как в теплых водах, как в морях, так и в наших прохладных, достаточно прохладных водоемах. Есть некоторые противопоказания, их очень-очень немного, и они никак, никак абсолютно не связаны с возрастом. Следующий миф. Все фридайверы это такие йоги, которые очень гибкие, очень опять-таки здоровые, всячески гнутся, что опять-таки, наверное, вот этот миф был создан благополучно. Благодаря ютубу, благодаря различным красивым роликам, сразу хочу сказать, безусловно, гибкость во фридайвинге вам поможет. Но это не условие для занятия фридайвингом, это не требование. Некоторые базовые растяжки, некоторые упражнения из йоги по дыханию, по растяжке мышц вам покажет ваш инструктор на базовом курсе. Не только на базовом, на всех остальных. И я думаю, что у вас это все получится. То есть совершенно необязательно быть йогом для того, чтобы быть фридайвером. Итак, какие же навыки фридайвинга нужны в подводной охоте? В общем-то, по этому поводу я уже писал статью, проговорю еще раз основные тезисы. Подводная охота является фридайвингом. Не надо разграничивать эти две темы. Любой человек, ныряющий на задержке дыхания, не важно, что он там делает, это фридайвер. Это фридайвинг. Поэтому прежде чем что-то стрелять, в кого-то охотиться и так далее, необходимо грамотно, хорошо, главное, безопасно нырять на задержке дыхания. То есть, будучи хорошим фридайвером, необязательно глубоким фридайвером просто нырять безопасно, комфортно, ослабленно. А главное, безопасно, поскольку чаще всего подводная охота – это одиночный вид занятия. Это во фридайвинге, в чистом фридайвинге мы ныряем обязательно с напарником. Вам важно нырять безопасно. Поэтому практически, в общем-то, все навыки, начиная от техники грибка, заканчивая правильным подготовлением к нырку, выходом из нырка и, самое главное, необходимым навыкам безопасности, вам обязательно пригодятся. Часто встречаются вопросы, которые начинаются с такого. Я видел ролик на YouTube. Друзья, прокомментировать такое очень сложно, я просто скажу свое отношение к этому явлению. Сейчас в век информационной доступности каждый человек, каждый, любой человек, имея видеокамеру, может снять любой ролик, где он может заявить себя неким экспертом, при этом, при всем, не указав никаких своих регалий официальных, является ли он инструктором какой-то федерации, или это просто человек, который делится своим личным опытом, выставляя его как опыт некого эксперта. Поэтому, прежде всего, если вы хотите последовать совету какого-то человека, который снял какой-то ролик, и очень активно там чему-то учит, что-то раздает советы, пожалуйста, убедитесь в его регалиях, кто он, что он и так далее. Зачастую встречаются видеоролики, где люди с достаточно серьезным видом рассказывают очень невероятные какие-то советы, какие-то невероятные упражнения. Сам видел очень большое количество таких же роликов, чаще всего на которые ссылаются люди. Поэтому очень важно знать первоисточник, очень важно знать, кто тот человек, который советует. Объясню понимание термина «опытный». Опытный. Опыт может быть разным. Человек может нырять очень плохо, неграмотно, небезопасно, но при этом каким-то образом у него все получается, и пока ему просто везет. И этот человек, повторяя одни и те же ошибки, год за годом может полагать или может считать, что именно так и надо делать, и может вполне, может начать обучать других людей. Посредством, уж не знаю, там, ютуба роликов или вживую, это уже вопрос достаточно открытый. Поэтому всегда есть эксперты, есть инструктора признанных Федерацией фридайвинга, список которых вы найдете в интернете. Эти инструктора проходили обучение, у них есть методика обучения, которая разрабатывалась годами, разрабатывалась грамотными людьми, имеющими долгий, положительный, профессиональный опыт. Распространенный вопрос, как у подводных охотников, так и у людей, начинающих нырять, начинающих фридайверов, как увеличить задержку дыхания. Вопрос весьма и весьма комплексный, потому что прежде чем работать над увеличением ваших показателей во фридайвинге, эти показатели должны наращиваться на базу, на фундамент, который состоит из правильного понимания, что происходит в вашем организме на задержке дыхания. Умение правильно двигаться под водой, прикладывая минимум усилий и получая максимум эффективности. То есть речь о правильной технике нырка, о правильной технике грибка. И, наверное, самый практически важный аспект – это чтобы все, что вы делали под водой, это было безопасно. Имея вот этот фундамент, только тогда есть смысл заниматься наращиванием результатов. Наращивание результатов может происходить посредством регулярных тренировок, где ваш инструктор вам будет ставить какие-то задачи, предлагать какие-то упражнения. Почему ни один профессиональный инструктор, уважающий себя, не выкладывает и активно не советует какие-то схемы тренировок? Я не беру в расчет то, что случайным образом каким-то просочилось в интернет, потому что очень важно, чтобы я, как инструктор, мог проконтролировать адекватность выполнения данного упражнения. Поскольку иногда неадекватное выполнение какого-то конкретного упражнения или тренировочной схемы может не то, что не принести желаемых результатов, а может просто отбить вообще человеку желание заниматься фридайвингом. Это в самом лучшем случае. В самом худшем случае это может быть небезопасно. Поэтому вся тренировочная схема, вся работа над результатом должна делаться с живым человеком, с вашим инструктором, либо с вашим напарником, имеющим такую же квалификацию, может быть, даже повыше, чем у вас. Опять-таки речь идет о каком-то конкретном обучении, о том, чтобы человек прошел какое-то обучение в сертифицированной организации. Следующий вопрос. Чаще всего звучит так. Я ныряю в длину или в бассейне 50 метров. Сколько я смогу нырнуть в глубину? Объясняю. При нырянии в глубину над нас начинает воздействовать давление. И от того, насколько грамотно вы сможете выравнивать давление, то есть продуваться, от того, насколько вы сможете хорошо адаптироваться к глубине, принять ее, почувствовать ее, именно пройти куда адаптацию, в принципе, зависит то, насколько вы нырнете. То есть прямой связи, я думаю, нет. Бывают люди, которые очень классно ныряют в длину в бассейне, но на открытой воде сталкиваются с проблемами, со сложностями выравнивать давление. И если эти сложности решаются, как правило, вот этот потенциал, который у нас имеется в бассейне в глубину, его можно достаточно неплохо реализовать. Но, повторюсь, очень важным в нырянии в глубину является как раз-таки воздействие давления, адаптация к нему и способность выравнивать давление, то есть продуваться. Друзья, если что-то еще не рассказал, пожалуйста, пишите любыми доступными способами, в социальных сетях, на форумах, можно смс, ваймер и так далее. Можно будет снять еще одно видео. Если что-то я не затронул, что-то не дорассказал. Всем комфортных нырков, безопасных глубин и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok